Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Мы находимся на острове Сики-Хор и сегодня отправляемся смотреть его интересные достопримечательности. Наш гест-хаус располагается на главной дороге. Называется он Лайтхаус. Очень милое местечко, светлое. Так, Киса, ты куда ушла? Я не успела открыть ворота, ты уже убегаешь. Ну-ка, иди домой, давай. Иди домой. Давай-ка не это. Вот. Пойдем вместе с этим чудом. Дальше мы ее здесь. А я вам покажу территорию. Закрываем наши ворота. Мы арендовали сразу же скутер у наших хозяев гостиницы. Не знаю, мы это их. Скутер них, скорее всего них. Привезли. Так выглядит общая площадь. Сейчас хозяева здесь пили чай. Я их немножко отвлекла. Здесь можно полежать на гамаке. Очень чистая, красивая территория. С множеством растений, украшений. Пытаются сделать все в стиле маяка. То есть белый цвет. Везде стоят сами маяки. Здесь небольшая библиотека есть. Поэтому, если вдруг вам хочется полежать на гамаке и почитать книжку, можно взять ее прямо здесь. Это ресепшн. Быстро регистрируют. Берут ваш паспорт. Небольшое украшение. Это мы сегодня видим, будет на Рождество. Здесь также есть небольшая полка с маяком. Красиво украшенные кораблики такие. Кораблики интересные, местные. Также дополнительно здесь можно приобрести напитки. Чай, шоколад, пиво. Кстати, видите, пиво здесь недорогое. Всего лишь 55 песо. Хотя в магазине 711 сейчас на Панглау оно уже было по 70. Непонятно, как это происходит. Почему здесь напитки дешевле, чем на Панглау. Также можно взять дошек, чипсики. Все это есть. Здесь у нас ланч-зона. Здесь можно позавтракать и пообедать. Либо заказать у владельцев гестхауса. Либо что-то принести самим не запрещается. А можно просто полежать в гамаке с книжечкой отдохнуть, расслабиться. Здесь тишина. Очень приятная атмосфера. Много растений. Здесь у нас также елочка из растений, сделанная вечером. Она у нас зажжется различными огоньками, потому что сегодня Рождество. Также всегда здесь лежат фрукты. Сейчас яблочки, апельсинчики. До этого еще были бананчики. Это хозяева угощают своих гостей. Да, настоящей елки, конечно же, здесь нет. Но посмотрите, как придумали хозяева. Они украсили, получается, палочки различными растениями из горшка. И получилось им всего неплохо. Также у нас здесь еще множество растений. Сами комнаты располагаются на первом этаже. И знаю, что есть еще один семейный номер на втором этаже. Сейчас я гостю по разъехались. Кто на пляж, кто снорлить, кто еще куда-то. Все номера пронумерованы А1, А2, А3 и так далее. Все номера похожи друг на друга. Светлые, просторные и чистые. Теперь покажу вам сад, который располагается у номеров. Естественно, не разбираюсь в растениях, поэтому не знаю, что это такое. Но похоже на листья огурцов. Возможно, это кабачки так растут или еще что-то. Может вообще какое-то другое растение, которое я не знаю. Очень много кокосов, поэтому, скорее всего, в сезон здесь можно еще и насладиться свежим кокосом. Сейчас они еще не созрели для того, чтобы их пить. Причем их очень много. Эх, вот-вот, нам не повезло с сезоном. Хотя вот эти уже выглядят практически готовыми. Вот эти кокосики. Сейчас ко мне подошла хозяйка. Ее зовут Дебора. Она вот пришла мне рассказать немного растениях, увидела, что я снимаю видео. Это перчик чили. Чили. Вау. И вот это... Это пламм. Это корица карандаш. Вот это. Корица карандаш. Корица? Корица карандаш. Это пламм. И мы используем его для жусь. Очень вкусно. Ммм, просто. А вот я дала вам шусь. А, это жусь, да? Для жусь. Вы можете использовать это для супа. Суру. Дерево. Гуаба. Видите, еще не сезон. И когда будет готова? Когда будет светло-зарел. С светло-зарел. В каком сезоне? Всего месяца Нужно ждать Это стремь Что это? Стремь Все маленькие Они могут быть очень длинными И что это? Это называется пинат фрута Это вкусно Пинат фрута Да, это называется пинат фрута Пришли к Папайе Узнала я, что строятся еще комнаты здесь Поэтому будут разрастаться Может быть и откроют кафе с органической едой И вот это Это Вы знаете пинат фрута Вы берете пинат фрута? Вы пинат фрута? Я не знаю, но... Да, да Это называется пинат фрута Если вы смеете то пинат фрута Вы можете использовать это для байан Очень слабо Пинат фрута А теперь давайте пройдем в нашу комнату Мы еще не засеялились до конца Сразу включаем здесь свет А то сегодня пасмурно на улице Как видите, все чистенько Прибрано На столике у нас украшение Маяка Есть телевизор Двуспальная кровать Полотенчики Красивая стена Разукрашенная листочками Здесь у нас Вешалка, полочка Можно развесить свои вещи на вешалке Есть кондиционер Также давайте пройдем В туалет В туалет Посмотрим Как здесь Здесь все стандартный Душ С нагревателем Унитаз Все чисто Раковина Так И вешалка Для полотенец Поэтому мы сейчас размещаемся И начинаем свои приключения По-острому Мы приехали к водопаду Который называется Глупный сон Это не самый популярный водопад на острове Но тоже очень красивый Пять минут по тропическим джунглям По красивой тропе И уже мы у водопада У этого водопада Можно просто искупаться Залезть в небольшую область В скале А также особо отважно Прыгают сверху Вот здесь Наверное метров двадцать Вот примерно Высота этого водопада Сейчас мы узнали Дополнительную информацию Об этом водопаде Оказывается он входит В состав Двенадцати водопадов По знакам зодиака Вот здесь самый большой Которому мы пришли А чуть выше Подальше Находятся уже Маленькие водопадики И это прогул выберем Примерно полтора-два часа Да До них также можно прогуляться Но сейчас немножко мокро Поэтому мы туда не пойдем А пойдем в другую сторону Есть небольшая Природная тропа Как нам сказал Вот этот парнишка Местный гид Буквально две минуты И мы можем дойти До горячих источников Кстати, хотела еще добавить То, что про Сикифор Не так много информации В интернете И очень многие пользуются Условами гида То есть Нанимайте гида И он водит по всем Самым интересным местам Сикифора Ну а мы попробуем Справиться без него Идем мы по узенькой тропинке Вдоль обрыва Слева бежит речка А справа лес Очень много бамбука Здесь Буквально пять минут Аккуратно пробирались через лес И вышли И вышли к таким горячим источникам интересным Здесь есть дорожки оборудованные из бетона Есть несколько уровней Различные бассейны Вот там вдали круглый интересный бассейн В итоге источники оказались не горячими А из горного потока Из горной воды Поэтому Прохладные Здесь также можно окунуться Людей практически нет Интересная локация Рядом с водопадом И что классно Что в этом бассейне Разные уровни Где-то не глубоко А вот здесь допустим В этом круглом Я даже не достаю дна ногами Сейчас мы поднялись уже наверх В парковке Здесь также можно Выпить какой-то освежающий напиток В общем эту локацию Мы вам настоятельно рекомендуем Оставим на нее точку в описании Не самый популярный водопад Но Место классное И водопад С небольшой С небольшой пещеркой И рядом Горные источники Поэтому Очень-очень Очень классное место Запоминайте его Приезжайте Ну а мы поехали дальше Вот даже от нее нагрузки взяла кокосик Всего лишь 40 веса Кстати я слышала о том Что Ситикор Экологичный остров Поэтому они против пластика Еще мы вам забыли рассказать о том Что на этом острове Мы также арендовали Скутер Арендовали его на два дня Взяли Хонду Бит Это такой уменьшенный вариант Хонда Клик Но на два дня Самое то В принципе пойдет В основном Скутеры арендуются здесь На пристани Прямо когда вы приплываете на остров Но Поскольку у нас был Трицикл до отеля То мы этот скутер арендовали В отеле Вот взяли мы Хонду Бит Как я уже говорил 25 кубиков Он немножко попроще Чем Клик То есть отличается тем Что у него вот Багажник открывается С ключа Вот здесь А не с кнопки Ну и механическая Для себя приборка Небольшая Но музыку повесили Колонку Вот так вот мы обычно делаем Очень удобно Рекомендуем Такую колонку вешать И с музыкой Путешествуем По острову По дороге решили еще Заехать на заправку Стоимость бензина Как мы видим 63 песо 63 песо Это 91 Хотя у них здесь написано И премиум тоже 63 песо А премиум 95 Странно что они по одной цене А дизель Здесь 73 песо за литр Вот Но этого бензина Достаточно 91 Он еще называется Regular Вот поэтому Заправок не так много Кстати На этом острове На Сикихоре Почему-то До этого мы видели На других островах Гораздо больше заправок Но Также бензин продается У местных жителей Ну все Сейчас подъедем К милой женщине Ну вот Заправили на 150 песо Почти полный бак В нашу Маленькую Хонду битву Сейчас мы приехали На нашу следующую локацию К очень-очень старому дереву Которому более 400 лет Сейчас вход сюда стоит 20 песо Еще недавно был 10 Сейчас уже 20 Оставляем свои данные Пишем имя Фамилию Откуда мы Да? Угу А я знаете Я подготовила 20 песо Потому что раньше по 10 песо была А она мне уже готовит сдачу Место популярно не только 400-летним деревом Но еще и тем Что здесь можно опустить Ножки в бассейн И там ваши ножки Немножко покушают Рыбки И пилинг Ну а для тех кто не хочет делать пилинг Можно просто посидеть в тени дерева Этого огромного Поэтому солнце здесь вас не донимает Приятная атмосфера Обстановка В основном местные Ну и также туристы здесь приезжают иногда В общем посидеть Отдохнуть Полюбоваться на это огромное Огромное дерево Также на этой примечательности есть много различных сувенирных палаточек Продаются браслетики Совсем недорого И вот мы взяли три браслетика небольших За 100 песо То есть 1,35 3 за 100 Сейчас мы отправляемся в Republic of Beach Bar Это очень популярное место для встречи с закатом Изучая меню Цены очень радует вообще в целом На сих поре Как вы видите Кокос был дешевый Да, за 40 песо А здесь коктейли за 190 Даже виски 150 Пиво 70 Это очень доступно На меню Ну мы кушать сейчас не будем Потому что у нас предполагается сегодня будет рождественский ужин Но даже бургеры 240 Какие-то блюда по 200 По 175 Сейчас около 4 часов До заката еще есть время Бар сам располагается возле моря Красивые виды открываются Есть много локаций для фотографий Качели, гамаки Представляете, мы заказали напитки в баре и пошли гулять А нам принесли их сюда Это доставочка Ну все, будем здоровы Хорошего отдыха на острове Сикихор И с Рождеством Субтитры создавал DimaTorzok Очень красивый закат в этом месте Мы им полюбовались, полетали на дроне Сейчас уже отправляемся на наш рождественский ужин Ведь на дворе 24 декабря И хозяйка нашего гестхауса любезно нас на него пригласила Сейчас мы пришли на рождественный ужин Потому что в основном филипинцы это католики И хозяева нашего отеля пригласили нас на Рождество И вместе с ним будем сейчас встречать Субтитры создавал Демок Мы купили по дороге тортик и принесли его хозяевам этого бесприимного гестхауса. Еда оказалась очень вкусной, может быть выбран не такой большой, несколько видов спагетти, рис, курочка, барбекю, мяско, а также у нас есть напитки кола и напиток из клюквы. Да, у меня напиток из клюквы, то есть это некий концентрат, который разбавляется с водой и ягодами. Но самое интересное, конечно же, это общение с нашими хозяевами гестхауса и с другими гостями, потому что все приехали из других стран и было интересно обменяться нашим опытом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова